друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку друзья мои у лёльки случилось ну вы знаете я бы сказала такое несчастье вернее их много вернее лёлька сама 33 несчастье да это мы с вами знаем прекрасно ладно ребят хотела начать не с этого но начну как говорится сначала да поберуха вот вы знаете вот эта эпопея со свадьбы у нее продолжается по сей день я не знаю какая то уже серия когда уже твою дивизию вот эти хомяки выдадут свою поберуху замуж когда она уже заткнется и перестанет ездить нам по ушам со своей свадьбы ну ни для кого не секрет что вчера как раз таки у нее вышел стрим значит у меня был обзор по горячим следам то есть я тут же выложила получается свой обзор первую часть моего обзора на вчерашний стрим поберухи ну а сейчас продолжение вы знаете ребят когда лёлька сказала о том что вот в этот раз на сей раз вот свадьба все говорит будет по взрослым мне стало смешно лёль а что у тебя до этого было не по взрослому друзья мои вы знаете честно я была уверена что у лёльки по взрослому все началось еще с бориса в 14 лет но нет оказывается только сейчас все по взрослому не знаю может она что-то там себе где-то зашила друзья мои и типа опять знаете опять в первый раз все когда-то бывает в первый раз знаете вот сейчас я вспомнила собственно ситуацию ну она была такая да конечно некоторые смеялись да ну не только да вся все многие смеялись тогда ситуация была очень некрасивая помните когда сатья вот собственно которого обожает поберуха да на встречу с которым она ездила по-моему в волгоград она ездила туда да волгоград точно так вот когда он ударил женщину сумкой по голове это кстати по моему произошло в моем городе по моему да так вот друзья мои недавно моя зрительница написала горит галь ты знаешь говорит глядя ну в комментариях у меня на ютубе глядя говорит на то как ведет себя поберуха такое горит впечатление говорит что он ударил ей по башке говорит что это горит поберуху горит он отмыт узел говорит сумкой по башке ребят вот действительно ну правда на такую чушь несет просто ни на какую голову просто уже не налезает вы знаете лёля начала рассказывать о том что помимо того что у неё значит кардинально и поменялся имидж да но мы собственно видели смену имиджа лёлька говорит и у мужа тоже не знаю как будет выглядеть греха друзья мои все-таки думаю что это гриша по всем по всем друзья мои по всем вот этим как говорится пунктам подходит именно григорий да лёлька наверное боится нам его показать потому что понимаешь и мы конечно же будем ему а будем ей ей завидовать да и друг как она сказала вдруг хейтеры говорит ведут я не могу тут же опять вспоминает поражение б ребят честно я вот не понимаю у нее уже после жени б она уже жила шуриком уже родила над шурика уже блин таскается с этим грехой и опять опять вспоминает поражение б я так понимаю что лёльке будет лет 80 лёлька будет сидеть как говорится и опять женя б будет вот про него рассказывать какие-то сказки своим наверное внуком и правнуком но я я именно так вижу эту ситуацию короче друзья мои вылезли новые подробности если честно впервые об этом услышала оказывается помимо того что у жени а б бил лёльку бил представляете и еще и кулаком по голове вы меня извините за этот смех ни в коем случае да пусть не обижаются на меня девочки и женщины нет но я просто вот представляю по беруху да и вот ее кто-то лупасит кулаком по голове я честно не поверю в то что она сидела невинной овечкой долли и смотрела вот так вот безропотно открыв рот да типа что воля что не воля все равно да я уверена бы как схватила бы какую сковородку как дала бы ему по башке а тут представляете оказывается бил он не только ее чуть не сказала некрасивое слово которое здесь более уместно а еще и бил ее маму представляете говорит он говорит еще и мою маму говорит как-то говорит и сбил ну ударил там она там то ли упала то ли еще что-то с ней там случилось слушайте я вот эти вот все все истории слушаю думаю блин вот понимаете он бил всех гнобил лёлькиных детей от первого брака бил ее маму бил по беруху по башке да и она все ему прощала лёль так в этой ситуации ты вот ты рассказываешь да и ты себя показываешь полной идиоткой полной дебилкой потому что если ты позволяла своему мужику обижать твою мать обижать твоих детей от предыдущего брака значит просто конченая тварь и конченая мразь но это мое мнение ребят вот согласитесь да пусть и некрасиво сказано но ведь так оно и есть но я терпела я вот такая ясикая и сидит еще и рассказывает она говорит вы знаете я говорит надеюсь что вот то что я вам тут рассказываю про мужей абьюзеров я говорит надеюсь что кто-то глядя на меня спасется лёль глядя на тебя можно только чекануться вот действительно так оно и есть друзья мои со свадьбой лёльки настолько надоело выслушивать что ее мужик никчемыш козел жлобяра который не в состоянии платить даже свадьбу на которой кроме детей никого не будет лёлька доказывала 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 и решила нас с вами удивить цифрами и говорит то вы что да сколько можно писать да мой муж говорит оплатит всю свадьбу рестораж раны говорит ресторан значит на ресторан на кольца на наряды лёлька сказала на все про все уйдет больше чем 200 тысяч рублей я ребят знаете во первых не верю если честно да потому что учитывая как лёлька считала говорит а детей говорит за людей будем считать и гагатала да в начале стрима как она сказала что троих детей считаем за одного взрослого да то есть а там если одни дети так там они вообще посчитают по минимуму я очень сильно сомневаюсь что они будут там прям выбрасывать деньги это явно не 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 лёлька мы видели прекрасно как говорится накрытые столы и дома да где было есть нечего мы видели собственно поход в ресторан помните лёлькину днюху там тоже было нечего есть ну и собственно зная зная лёльку да нет на себя на тратиться готова а вот так чтобы кого-то где такая кормить поить в том числе собственных детей нет на это на тратиться не будет и я не верю в это что они будут тратить там 200 тысяч рублей и вообще я не не то что даже в это не верю я не верю в то что у ее григория есть такие деньги и все что будет даже ими потрачено я уверена что все это будет конечно же из денег хомяков но друзья мои помимо того что а свадьба это приятные ассоциации да это приятные моменты для поберухи она поделилась тем что вот очень-очень ей обидно а ей обидно именно то что по ее словам короче вот а говорит ну понимаете вот на свадьбе же говорит всегда дарят деньги говорит а здесь говорит вот поскольку на свадьбе говорит у нас же ну вот одни дети одни дети будут ну что деньги говорит, никто не принесет. Ну, может будут у нас, говорит, там на свадьбе друзья, там один-два человека, и то, если они придут. Ребят, я в шоке. В шоке, это просто ничего не сказать. Друзья один-два человека, и то, если они придут. Лёль, охеренные же у тебя друзья. Ну, просто офигенные, да? То есть у Лёльки даже, у меня столько друзей, помните, вот эти все разговоры, у меня столько подруг, у меня столько друзей-друзей и так далее, мы там дружим, там с семьей. И никто к ней, представляете, на свадьбу идти не собирается. Да, будут одни дети. Лёль, но что касается детей, ты же нам рассказывала, какая у тебя офигенная первая тройка игроков. Ты же нам в предыдущем, вот в предпоследнем, по-моему, этом стриме рассказывала о том, какие они там офигенные платят, вот эти вот налоги, да? Так если они платят большие налоги, соответственно, у них должны быть большие доходы, большие зарплаты. Соответственно, что-нибудь себе они, в принципе, могут подарить, да, сбросятся там втроем и сделают вам какой-нибудь подарок, да, почему бы, собственно, и нет. Ну, опять же, она же нам рассказывала сказки, помните, и к сатье даст там Волгоград, да, дети ее отправляли на свои кровно заработанные, туда и сюда, и мамочка на тебе денежки, мамочка туда, и мамочка сюда, а тут на свадьбу сразу денег нет. Как интересно. Короче, зажали денег для маман, да. Но еще, друзья мои, это еще не все беды, печали, невзгоды, поберухи, оказывается, и грехиные родители не хотят с ней знаться. Друзья мои, представляете? Ей задали вопрос, а вы знакомы с родителями жениха? Она сказала, а вы знаете, нет, но это вообще никакого отношения к делу не имеет. Ребята, я просто обалдела. Но, знаете, да, как бы я просто поставила себя на место вот этой вот мамы жениха. Вот, представляете, приехал к ним Григорий. Нет, всякое бывает, конечно, в жизни. Люди, конечно, могут там жить в разных странах, да, там добраться тяжело и так далее. Но, опять же, опять же, как ни крути, в наш век, 21 век, можно общаться там, находясь, находясь, как говорится, и в разных странах, и общаться, и видеться, и разговаривать, и каждый день, и в день там по 10, по 20, по 30, по 50 раз было бы желание. Я просто себе представила ситуацию. Сидят себе спокойно, как говорится, родители Григория. Никого не трогают, приезжает довольный сынуля и рассказывает, что мама, папа, все, я женюсь, да, я женюсь. Сейчас вот как женюсь, конечно же, мама рада. Ну, глядя на такого Григория, знаете, который ни рыба, ни мясо, скажет, конечно же, очень хорошо, если все-таки какая-нибудь женщина будет рядом с ним, да. Ну, и начинают заводить, заводить, задавать наводящие вопросы. А что, да, а что из себя представляет, да, или там вопросы в лоб, что из себя представляет твоя невеста, расскажи нам, пожалуйста, покажи, нам очень интересно. Представляете, мало того, что он показывает им лёльку, ну, да ладно, как говорится, это полбеды, да. Ну, если не смотреть её видео, где она там задница и передница и сиськи в кадр пихала, да, и вела себя, и с Шуриком там по кровати, помните, кубарем каталась, а тут её за жопу хватало, это всё было на стриме, ну, так, на минуточку, в прямом эфире, да. Да, когда он скажет, что у неё 11 детей, ребят, представляете, вот этот момент счастья на лицах родителей Григория. Представляете, насколько они должны быть счастливы. Там, блин, не очухаешься от такой новости, там, я уверена, все родители будут в шоке, ребята, в шоке, это мягко сказано, да. Там будут, наверное, держаться за голову и за сердце ещё недели две-три, после того, как Григорий оттуда свалил. Представляете, это нечто, да. Ну, я понимаю, кто-то скажет, и у него там, у самого семеро по лавкам, да, и у него четверо детей, но у неё вообще 11, ребят, представляете. В общем, Лёльке опять, друзья мои, не повезло. Даже, даже ещё несостоявшаяся свекровь, да, которая, ну, будущая, будущая свекровь, когда поженятся, да, если это всё-таки произойдёт, то уже, уже Лёльку не любят. Представляете, Лёльке вообще не везёт. Вот её послушать, её все не любят. Кстати, про маму Саши. Она опять сказала, что ей там тоже задавали вопрос. Она сказала, нет, ей внучка не нужна. Но, насколько я помню, она не настоящая мама Саши. Она, по-моему, насколько я помню, она как раз-таки тётя Саши, которая, да, вот, оформила, по-моему, опекунство над Сашей, над Шуриком и над как раз-таки другими детьми. Ну, не знаю, вроде, вроде, вроде так было. Это уже давно было, как бы это. Ну, короче, никто, никто с Лёлькой признаться не хочет. Лёлька на всех злая, но муж у неё будет самый прекрасный, самый замечательный, всё оплатит, всё туда-сюда. То есть, муж такой, друзья мои, всё, вот, знаете, оплатить готов, да, только почему-то никак не может оплатить Лёльке помощников, да, никак не может Лёльке оплатить маникюр, педикюр, волосы не может оплатить. Лёлька сидит, побирается каждый божий день. А так, муж у неё хороший, замечательный, щедрый, ну, и просто прекрасный. Короче, друзья мои, у Лёльки, как всегда, шарики за ролики. Я согласна, наверное, всё-таки, знаете, тогда отходил с сумкой Сатья, да, с всё-таки нашим побирухом. Наверное, это была она, друзья мои. Нет, ну, там была другая женщина, я видела, конечно, это видео, это было ужасно. Но, глядя на побируху, глядя на то, что она несёт, вот, действительно, хочется задать вопрос, что ты мелешь, что ты несёшь постоянно и на постоянной основе. Короче, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok